Людей этой профессии можно назвать настоящими героями, ведь каждый день они рискуют собственной жизнью, чтобы спасти жизни других. Нам выпала уникальная возможность провести целый день в Щелковской пожарно-спасательной части 44 и воочию увидеть, как проходят будни рядового пожарного. Рабочий день у огнеборцев начинается с 8 утра. Караул, заступающий на дежурство, для начала строится. Это называется разводом. Начальник караула обязан доложить обстановку за последние сутки. Нам тоже довелось поучаствовать в разводе и даже примерить форму пожарного. Она тяжелая, одна каска чего стоит. После пожарные заступающие на дежурство обязаны проверить машины. Они должны быть полностью укомплектованы, исправны и готовы к выезду на пожар. Задача моя – применять пожарно-техническое вооружение. Огнетушители, все средства подачи к очагу, защитные костюмы, лестницы до подъема на высоту, гидравлический инструмент и моторизированный инструмент, который помогает нам для вскрытия конструкции и работе при ДТП. Также проверяются дыхательные аппараты. Их используют в задымленных помещениях. Подключаются они к специальным баллонам с воздухом. Один баллон предназначен для локализации небольших возгораний, а два – для тушения крупных пожаров. Проверка аппаратов на тестере позволяет определить их уровень герметичности и правильность подачи кислорода. По важности, эта процедура сравнима с укладкой парашюта перед прыжком. После проверки оборудования можно и подкрепиться. Важно успеть поесть, ведь можно неожиданно уехать на пожар и пробыть там долгое время. Прямо в части располагается центральный пункт пожарной связи, где работают диспетчеры. Они принимают сообщения со всего города. Все вызовы должны быть отработаны, даже если они ложные. До обеда пожарные занимаются теоретическими занятиями, изучают нормативную литературу, разбирают случаи, произошедшие на пожарах и повторяют уже пройденный ранее материал. Мы тоже усвоили для себя некоторую важную информацию. Мария, скажите, пожалуйста, что такое зоны ЧАЭС? Это территория, на которой случилась чрезвычайная ситуация. А в каком документе прописано? Это прописано в 68-м федеральном законе. После теории переходят к практике. Пожарные отрабатывают навыки тушения пожаров прямо в части, где инсценируется возгорание. Ну и, конечно, какая работа пожарного без тушения настоящего возгорания? Звучит сигнал тревоги. Пожарные в оперативном режиме надевают боевую одежду. В среднем на это уходит полминуты. Уже через минуту профессионалы должны находиться в машинах в полном обмунтировании. Несмотря на действительно героическую работу, связанную с ежедневным риском, сами пожарные себя героями отнюдь не считают и говорят о том, что они самые обычные люди. Все мы боимся. Мы такие же люди. Нет страха. Просто мы выполняем свою работу. На автомате все делается. На автомате. Все ребята друг друга понимают. По щелчков пальца, скажем так, наверное. Это уже просто автоматизм. Пожар он всегда разный. За столько лет видел много всяких ситуаций. Понимаешь, что полезен. Что не просто так все это делаешь. Развиваешься, тренируешься. Поднимаешь свое мастерство. С начала 2022 года на территории, которая находится в ведомстве щелковской пожарной части, произошло более 600 пожаров. Самый пожароопасный сезон – это весной и летом. Там в день может быть до 15 вызовов. Зимой в среднем 4-5 вызов за дежурство. С наступлением холодов в частных домах затапливают печи, а многоквартирных подключают нагревательные электроприборы и плиты, что значительно повышает риск возгорания. Пожарные всегда держат руку на пульсе. Нам было очень интересно провести целый день с пожарными и узнать, как проходят их трудовые будни. В преддверии Дня спасателя, который отмечается в нашей стране 27 декабря, поблагодарим щелковских пожарных за то, что на них всегда можно положиться. Люди действительно героической профессии, которые каждую минуту готовы прийти на помощь, действительно рискуют своей жизнью, зачастую спасают жизни других людей. Хотелось в профессиональный праздник пожелать крепкого здоровья, счастья и удачи во всем, что возвращались с работы целыми невредимыми, чтобы в семьях горел огонь, теплоты, заботы, любви. Присоединяемся к пожеланиям. Мария Бужинская, Игорь Поляков, Валерий Жегле, Щелковское телевидение.